Под Мариуполем упали два российских самолета Су-34 и Су-35. Это официально подтвердил главнокомандующий ВСУ, а в России пока этого не видели. Воздушные силы вооруженных сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С. Потерь в вооруженных силах России нет. Напомню, что накануне заявлялось о потере России еще трех истребителей тоже на востоке Украины. И еще несколько важных попаданий. К примеру, нефтебаза в оккупированной Макеевке решила задымиться после взрыва. Также в российских Ростове и Таганроге пользователи сети пишут о взрывах. Даже в Нижегородской области местные жители пишут о том, что слышали какие-то ужасные звуки, дрожали стекла и включали сигнализации. Родные мои, понимаю, как вам нелегко, но сейчас нужно еще потерпеть. Как воспитывать молодежь, как ломать их через колено? Об этом ведутся высокие разговоры в России. Молодые не слушаются, говорят оккупанты, значит надо силой. А для молодежи, а молодежь надо перепрошивать. Вот и получилась ситуация, когда пожилые уже ничего не понимают, а молодежи надо общение, надо новая культура. Их надо не с нуля брать, как в любом регионе России, а с минуса. Украина готовилась к обороне пять месяцев перед широкомасштабным наступлением, говорит командующий сухопутными войсками ВСУ. Еще он говорит, что осенью 2021-го понимал, что будет большая война и угроза придет не только с оккупированных территорий. Объедного села я был призначен еще в липні 2021-го. Ну и проведу аналіз уже осенью была очень большая вероятность. Мы понимали, что будет повноштабная война. По ее масштабам было еще тяжко было понимать, но что она как минимум захопить территорию Луганской Донецкой области. Это было очевидно, потому что мы анализовали и действия противника, его соответственные примитивные заходы, его разведывательные функции, которые они выполнили на территории вдовж всего линии зитки, вдовж кордона. Масштаб боевых действий трудно было оценить тогда. Интересно заметить, что Валерия Залужного назначили главнокомандующим ВСУ ровно за полгода до вторжения. Силы обороны Украины готовятся к открытию второго фронта в северных областях, говорят в погранслужбе. Подчеркивают там, что готовы к любому развитию событий. Действительно, теперь уже экс-командующий объединенными силами генерал Наев часто рапортовал об укреплении границы и складывается впечатление, что она действительно очень хорошо укреплена, что в принципе не мешает время от времени возвращаться к вопросу об опасности повторного наступления с севера. При чем здесь Россия-то? Путин и его армия продолжают войну и убийство украинцев. На выходных российские войска захватили Авдеевку. Все целиком, включая промзону коксохимического завода. Это произошло после того, как ВСУ оставили город под угрозой окружения. Выходить пришлось небольшими группами. Где-то выйти так и не удалось. Трагически завершилась оборона укреп района Зенит. Там оставались шестеро раненых украинцев, а затем российские военные опубликовали кадры с телами погибших. Есть подозрение, что их просто расстреляли. Еще один подобный случай произошел в районе Бахмута рядом с селом Веселое. Там российские военные убили двух сдавшихся солдат ВСУ прямо в окопе. Показать эти страшные кадры мы вам не можем, но они не оставляют сомнений в том, что совершено военное преступление. Что касается нынешней ситуации в Авдеевке, то бои там продолжаются уже на новых рубежах. Российская армия штурмует Ласточкина и пока непонятно, где остановится наступление. На какой линии ВСУ стабилизирует оборону. За время штурма Авдеевки с осени прошлого года российские военные потеряли около 47 тысяч человек и около полутора тысяч единиц техники. Такие данные приводят украинские аналитики. Точно установить пока невозможно, но порядок цифр выглядит близким к реальности. Это страшилка. Помимо Авдеевки российская армия наступает в районе Тернов, Белогоровки, Бахмута и Новомихайловки, но без заметных успехов. Это абсолютно однозначно. Прокуратура Германии начала расследование по подозрению в раскрытии государственной тайны в отношении чиновников, которые отвечали за выдачу разрешения при строительстве Северного потока-2, сообщает издание Bild. По данным журналистов, в начале 2018 года на сайте горного ведомства города Штральзунд был опубликован разрешительный документ, в котором содержалась информация о районах действия подлодок НАТО и их вооружения. Эта информация является секретной и составляет гостайну. За ее разглашение чиновникам ведомства грозит до пяти лет лишения свободы. Министерство обороны ФРГ считает, что утечка данных позволяет сделать вывод о возможностях военных операций. 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», которые проходят через Балтийское море, были повреждены в результате диверсии. Президент России Владимир Путин ранее говорил о причастности Запада к подрыву газопроводов. Премьер-министр Эстонии Кая Калас предложила Евросоюзу выпустить еврооблигации на 100 миллиардов евро для усиления собственной обороны. Об этом политик заявила во время Мюнхенской конференции безопасности. По словам эстонского премьера, ЕС необходимо также заключить долгосрочные контракты на поставку оружия Украине, как из европейских запасов, так и из мировых. Мы находимся в том месте, где нам нужно больше инвестировать в то, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, которые выпускаются отдельными странами, индивидуально слишком малы, чтобы их можно было масштабировать. Еврооблигации могут оказать гораздо большее влияние. Кая Калас – одна из самых заметных политиков коалиции союзников Украины, однако также известна из-за скандала вокруг российских связей своего мужа. В сентябре прошлого года в Эстонии разгорелся скандал вокруг предполагаемого бизнеса в России, который ведет транспортная компания, частично принадлежащая мужу Калас. Тогда оппозиция требовала отставки премьер-министра. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о новом росте напряженности между Арменией и Азербайджаном. Об этом он рассказал на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в ходе Мюнхенского форума по безопасности. Пашинян напомнил о недавних вооруженных столкновениях на границе двух стран, которые закончились гибелью армянских военных. По словам Никола Пашиняна, переговоры с американскими партнерами на разных уровнях, которые запланированы в ближайшие месяцы, могут снять часть противоречий в армянско-азербайджанских отношениях. В свою очередь Блинкен заявил, что Армения является ценным партнером для США. Америка ценит приверженность Армении стабильному миру, подчеркнул госсекретарь и выразил уверенность в укреплении связей между странами по всем направлениям. В России в список запрещенных растений попала ипомея трехцветная. Растение пользовалось популярностью у российских дачников. Накануне в перечень наркотических средств внесли правки, которые подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В частности, под запрет попадает ряд растений, популярных у садоводов и дачников. Одно из таких растений в юнок ипомея трехцветная, который часто выращивают из-за его красочных цветов. В цветке содержится токсичное вещество эргин. Теперь из-за выращивания до 10 кустов ипомеи может наступить административная ответственность. А если выращивать больше, может грозить и уголовное преследование. Кроме ипомеев, в список запрещенных внесены растения гармола и турбина щитковидная. Они содержат психотропные онкалоиды. Онкалоиды, которые используются в народной медицине и шаманских практиках.